Здравствуйте, уважаемые консультанты! Я хотела бы немножечко представиться. Меня зовут Курячая Татьяна, город МИАС. В квалификации я старшего директора. Групповой объем 9000 баллов. Я являюсь руководителем агентского пункта в МИАСе представительства. Небольшая история про себя, чтобы вы поняли, кто я и что я. В компании я с 2000 года, два с половиной года я просто была клиентом, привилегированным покупателем. Очень много не понимала, очень много не получалось, очень много не умела. Как многие люди, которые приходят в компанию, и когда думают, что те лидеры, которые выступают, что они умели все сразу же. Я была тем маленьким ребенком, которого учили ходить. И вот я перед вами. Спустя два с половиной года мне предложили, а почему мы не попробуем? Мы попробуем поработать. Я решила попробовать. Мне дали методики, мне дали техники. Я пошла их делать. И за три с половиной месяца я открыла квалификацию директора. То есть методики и техники работают только тогда, когда вы это делаете. Когда не важно, нравится вам это или не нравится, получается или не получается. Есть другой момент. Как только вы приняли решение это сделать, то все работает на вас. Потому что, когда вы выходите и улыбаетесь людям, люди улыбаются вам в ответ. И поэтому очень важно понять, зачем вы здесь, понять, чего вы хотите, понять, как вы это будете делать. И понять, что ваш наставник, он очень заинтересован в том, чтобы у вас все получилось. Получилось со мной так. Мне дали методики, и я за три месяца сделала квалификацию директора. Потом было очень много интересного, много замечательного, много ошибок, много трудностей. Не без этого, потому что мы на своих ошибках учимся. И было немножко непонимание, то есть, а надо ли мне дальше, а меня здесь устраивает, а у меня тут получится. И буквально только вот где-то шесть лет назад я начала более осознанно понимать, что я делаю в этой компании, что я делаю за своей структурой, куда я иду, и зачем мне это надо. И вот именно вот шесть лет назад я шаг за шагом исправляла те ошибки, которые я натворила. У всех есть ошибки. И начала двигаться к той цели, которая у меня уже не забирает. Потому что я вижу, насколько это сейчас быстро, вначале приходилось очень много работы, насколько сейчас быстро все это накапливается и уже идет отдача. Вот я вам немножечко представилась как лидер. Хочу представиться еще как женщина. Я мама троих детей, близнецов, тройняшек. Моим детям 21 год каждый. Сейчас они проживают в Америке временно, получают определенный опыт. Поэтому, когда, например, мне родители говорят, что у меня дети, я не могу работать, у меня нет времени. Я понимаю, что они меня обманывают. Потому что на самом деле у меня тоже были дети. И они тоже были маленькими. И самое важное для меня было, что это я делала ради детей и для того, чтобы у них было очень хорошее будущее. Но прежде чем мы начнем с вами заниматься, мы должны немножечко поиграть и повеселиться, чтобы настроение наше стало другим, чтобы наша кровь заиграла, привела в мозг. Поэтому отложите, пожалуйста, свои тетрадки и пойдемте с вами немножко, выйдем сюда, поиграем. Пойдемте вот сюда. Немножечко сыграем. Не бойтесь, я не гуляюсь. Давайте мы встанем вдруг. Я жду всех. Я вас жду всех. Немножечко подальше, чтобы мы это все поместили здесь. Пермила, пойдемте, пойдемте. Игра очень простая. На внимательность. Потому что в нашей жизни очень много моментов бывает и в работе, когда нужно быть внимательным. Но самое важное, что работать нужно с энергией, с весельем и с радостью. Только тогда это будет приносить удовольствие. Вот смотрите. Знаете, кто такой хомячок? Какой? Маленький такой, пушистенький, такой хорошенький. Вот сейчас я сюда запущу хомячка. Под ваши ножки. Важно его не задавить и не придавить. Как это делается? Хомячок. Подбрыкивать эту задавите. Он побежал, побежал, побежал. Нет, вот смотрите, по порядочку еще раз. Волна. Хомячок побежал. Смотрите, он бежит, 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 бежит. Не задавите, не задавите его, не задавите. Еще, еще, еще. Он такой шустрый, кряпный, быстро бежит. Стой пока. Теперь в эту сторону полетела муха. Нет, он сидит, он слушается меня. Он ручной. Полетела муха, ее нужно поймать. Ловите, ловите. Вы как мух ловите? Да не так, наверное. Ловите, она же улетает. Ловите, 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 дальше, 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 дальше. Стой здесь. Слушаются они меня. Теперь смотрите, что мы с вами будем делать. В эту сторону побежит хомячок. И одновременно в эту сторону полетит муха. Очень важно тому человеку, на котором все совпадет, не муху поймать и хомячка не задавить, а то жалко его. И сюда побежал хомячок, а сюда полетела муха. Быстро, 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 быстро. Хомячок, где он, где он? Побежал. Ну-ка, ну-ка, муха, муха, муха. А муха, муха. А муха полетела. Давайте еще раз. Смотрите. Давайте еще раз. Сюда бежит хомячок, а сюда полетела муха. В начале побежал хомячок. Давайте. А сюда полетела муха. Подпрыгивай, давай. Он нас простил. Давайте еще раз. Сюда побежал хомячок, а сюда полетела муха. Хомячок, беги на муха дальше. Где она? Хомячок-то, держите. Вы что стоите? Не забывайте. Пошевелились немножечко. Очень часто бывает такое, что когда мы начинаем что-то делать, у нас приходят несколько моментов одновременно. Нужно очень быстро сообразить, очень быстро сориентироваться, и получается, что мы теряемся. И, в принципе, вот эта игра была на то, чтобы не теряться, а ориентироваться, потому что нам приходится это делать. Именно тот, кто ориентируется, у того получается гораздо быстрее. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Сегодняшнее мероприятие, сегодняшнее обучение называется Организация действия активных консультантов Организация действия активных консультантов по построению структуры Организация деятельности активных консультантов по построению структуры Сейчас мы с вами немножечко порассуждаем. Мне очень нужна ваша активность, и я хотела бы, чтобы вы действительно поднимали руку, говорили. С места лучше не выкрикивать, но говорите. Скажите, пожалуйста, сколько часов в день может работать человек? Ручше. Двадцать четыре. Двадцать четыре. А может ли двадцать четыре? Ну, один день может. Один день может, да? А сколько может вообще человек работать? Вот, например, максимально. Часов шестнадцать. Часов шестнадцать. А если представить, что вы каждый день на протяжении нескольких лет работаете шестнадцать часов, что с вами произойдет? Устанем. Ладно, устанем, там вообще невозможно будет жить. Поднимите руку, пожалуйста, те люди, которым хотелось бы работать, получать результат, но чтобы этот результат превышал двадцать четыре часа. То есть, как будто бы вы работаете, не покладая рук. Вам не нужно этого? Поднимите еще раз руку, кто хотел бы работать, но чтобы в часах было больше времени. Задам вопрос по-другому. Кто хотел бы получать тот же самый результат с наименьшим количеством времени? Сейчас я бы с вами нарисую вам такую картиночку. Я думаю, что она будет очень понятна. Вот вы. Давайте возьмем, что вы работаете четыре часа. Хорошо бы было, удобно? Представьте, что вы приводите пять человек. Раз, два, три, четыре. Пять людей, которые работают тоже по четыре часа. Рисуйте. Сколько у нас получилось итогового? Двадцать четыре. А, ну и четыре. Сколько? Двадцать четыре. Двадцать четыре часа. Вроде бы здорово. Давайте представим, что ваши люди привели тоже по два человека. И тоже они работают по четыре часа. Что происходит? Двадцать четыре. Считайте. То есть, получается, сколько? Шестьдесят четыре часа. Так? Сколько количества людей пришло в структуру? Сколько ваших помощников и ваших соратников и ваших партнеров вместе с вами работают многочки? Сколько? Вместе с нами шестьдесят. Шестнадцать человек. Вот смотрите. В сутках нет шестьдесят четыре часа. Но если количество людей, приведенных вами, даст результат, что каждый будет работать по четыре часа, то благодаря этому вы и ваши люди могут добиться очень многого. То есть, результат будет гораздо выше, как будто бы прошло несколько дней. Понятно, о чем я говорю? Всем понятно? За один день, за один день, но КПД вырастет. Это вроде бы такая обыкновенная картинка, но на самом деле она для жизни актуальна. Потому что на предприятиях обычно не говорят, вы будете работать четыре часа и будете получать деньги. Если вы будете четыре часа, то вы будете получать за четыре часа. Согласны? Но если вы работаете шестьдесят четыре или двадцать четыре, пятнадцать часов, вы хотели бы получать за это определенные деньги. Правильно? Благодаря сетевому маркетингу, благодаря компании Фаберлик, есть уникальная возможность зарабатывать гораздо больше. Но работать всего четыре, это я образно говорю. Потому что иногда приходится вкладывать больше количества часов. Но когда вы это делаете одни, или когда вы делаете с группой людей, которые понимают вас, которые знают, зачем это нужно, то получат совершенно другой результат. Так? Есть еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, приходя на предприятие, есть ли у вас такая возможность набирать себе команду, которая будет вам комфортна, с которой вы будете друг друга понимать? Есть такая? У нас есть кто работает? Есть, да? Комфортно ли вам? Комфортно ли вам? Нет, не в компании Фаберлик, например, вы работаете, да? Комфортно ли вам со всеми участниками, которые там находятся? Ну, бывают какие-то несостыковки, бывает, что кто-то, например, вот вы не подходите, по типологии не подходите, по внешнему виду, по принципам определенным. И приходится это делать. Приходится находиться рядышком. Седьмой маркетинг – это удивительный момент, когда вы можете набирать комфортную команду, с которой вы сможете делать общее дело и достигать очень больших результатов. Это один из примеров. Сейчас мы нарисуем еще один пример. Вам необходимо нарисовать табличку вот такую, но прямо на этой табличке будем писать. Вот смотрите, это 17 периодов. Я здесь написала месяц, но, в принципе, это 17 периодов. То есть у вас будет вниз 17 таких вот клеточек. Вы можете сейчас рисовать таблицу, можете просто образно понять, куда и зачем. Первая колоночка – это количество консультантов, которое в начале периода. Количество консультантов в начале периода. Вторая колоночка – это количество вновь приведенных вами и вашими людьми людей. Третья колоночка – это общее количество на начало периода. Вы потом пропишите, главное, чтобы вы поняли принцип. Следующая – это если хотя бы каждый из людей, пришедших в компанию, вы делали бы по 10 баллов. 10 баллов трудно делать? Нет? Я тоже так думаю. Следующая колонка – это проценты, на которые проценты можно выйти за сильно. Что такое 17 периодов? Это год. Это то, чем мы отличаемся от многих фирм, от многих компаний, потому что мы получаем не 12 раз в год зарплату. У нас, правда, нет зарплат, у нас есть объемная скидка, премиальная. Но мы получаем это 17 раз. Это удивительный момент. И последнее – это вот объемная скидка. Знаете, что такое объемная скидка? Все не знают объемную скидку. Спасибо. Хороший вопрос. Тогда прежде чем мы начнем, я сейчас немножко пропишу объемную скидку. Объемная скидка – это премиальные проценты, которые вы получаете от компании, и директора индивидуальных предпринимателей на расчетный счет, а консультанты получают на свой личный счет, и когда делают заказ, то списывают эту объемную скидку. То есть она автоматически высчитывается. Смотрите, если до 100 баллов, если человек сделал, то здесь он от компании процентов не получает никаких. Здесь он имеет только разницу с продаж или экономию, если он приобретает себе. Разница с продаж здесь идет от 20 до 30 процентов. Если уже новый консультант, если человек сделал 100 баллов сам лично или с группой, то это 3 процента. Те, кто не знает, зарисуйте, пожалуйста. Я вам сейчас покажу немножко образно, как это считается. Калькулятор, возьмите. Как рассчитывается объемная скидка? 100 баллов умножить на 45 рублей – это стоимость одного балла, и умножить на 3 процента. 44. Ой, 44. А вчера мы говорили, что 55 баллов поделить. 55 – это стоимость балла в расчете, сколько стоит продукт в каталоге. А это расчетно по объемной скидке. Умножить на 44, умножить на 3 процента. Читайте, 132. 132 рубля. Так? Вроде бы немного, но в принципе приятно. Взял себе, взял мани, где-то получил разницу с продаж, еще дополнительно получил от 1 кг. Следующее – это 200 баллов. 200 баллов умножить на 44 и умножить на 6 процентов. Я вам показываю градацию. Если у вас будет 199, то у вас будет 3 процента. Вот, кстати, на маленьком уровне нужно незаметно, а на больших более, там очень заметно. Если вдруг у вас не будет 0,5 баллов, то вы потеряете огромное количество денег. Смотрите, здесь 6 процентов. 528 рублей – это премиальный от компании. Следующий этап – это 600 баллов. Умножить на 44 и умножить на 9 процентов. 2376. Я вам сейчас показываю объемную скидку на вашу структуру. Вы должны, я объясняю, потому что когда у вас появятся лидеры, то вы разделите вот это на своих лидеров и на себя. Сейчас мы маркетинг-план разбирать полностью не будем. Есть это отдельное обучение, на котором вы можете это более подробно или обратиться к наставникам, или на конкретном обучении это получить. Мы сейчас принцип понимаем. Следующий этап – это 1000 баллов. Если будет 999, то у вас будет только 9 процентов. Здесь 12 процентов. Умножить на 44 и умножить на сколько? 13 процентов. Умножить не работает. Что не работает? Не работает. Сколько было? Это, наверное, цифра вас удивила, поэтому вы говорите, не работает. Нет, 5200, 280. 5280 рублей. Уже совершенно по-другому, согласитесь? Следующий этап – это 1500 баллов. И это уже 15 процентов. Это уже старший директор. Прошу прощения, старший. Это уже вице-директор. Умножить на 44 рубля и умножить на 15 процентов. Сколько получается? 9900. Получается уже 9900 рублей. Причем вот эти 1500, которые вы делаете с командой. Это то, о чем я говорила, 4 часа, там 64 часа. Потому что я знаю, что у нас вот здесь присутствует человек, который сама делает 1500 рублей. Я бы хотела вам представить Бугачеву Людмилу. Удивительный продавец, удивительный человек. И она это делает запросто. У нас огромное количество людей, которые очень любят продавать, и сами делают личный объем, очень высокий. Это тоже разрешено. Тогда у вас еще заработка здесь, с разницей в продаж, будет очень высокая цифра. Но есть возможность и пригласить команду, и получить совершенно другой результат. Старший вице-директор это 2000 баллов, и это 19 процентов. Умножить на сколько? На 44. Я хочу, чтобы вы говорили. И умножить на 19 процентов. Сколько сможет? 16720 рублей. 20-20 рублей. Замечательно. И следующий этап, это уже квалификация директора, 3000 баллов. И это уже 23 процента. Если у вас будет 2999, то вы потеряете огромное количество денег. Ваша структура потеряет много вместе с вами. Умножить на 44 и умножить на 23 процента. 30360 рублей. Я у вас вырабатываю командный голос. Вот смотрите. В компании появилась новая квалификация старший вице-директор. Это 5000 баллов. Здесь также идет 23 процента, если у вас нет под вами директора. Если вы не вырастили одного из директоров. И то точно так же на вашу структуру объемная скидка получается, но она совершенно уже другая. Считайте. 50 тысяч 600 рублей. 50 тысяч. Сколько? 600 рублей. Вот на маленьком этапе люди, когда приходят и начинают работать, они говорят, ну и что это нам вот эти 132 рубля? Ну и что это 528? Очень важно показывать людям вот ту планочку, вот ту планочку, куда они могут прийти. Потому что если вы будете показывать 132 рубля, мотивация совершенно другая. Очень важно, чтобы вы видели сами и понимали, что чем выше ваши баллы, чем выше ваша квалификация, чем выше ваш карьерный рост, тем суммы гораздо больше и ваша команда вместе с вами получает гораздо больше. Это вы записали, здесь я это закрываю, здесь нам это пригодится. Сейчас были очень интересные цифры, и мы немножко ускоряем темп, чтобы успеть. Это вы. Это вы. Вы пригласили одного человека и зарегистрировали его в компанию, он стал консультантом. Сколько вас становится? 20. Каждый из вас делал по 10 баллов. Сколько получается? 20. 20. Процент есть какой-нибудь, то, что мы смотрели? Нет. Объемной списки тоже нет. На начало периода вас сколько? Двое. Каждый из вас пригласил по одному. Сколько получается? 20. Двоих пригласил, правильно? Вас и тубо сколько стало? Четверо. Каждый хотя бы по 10 баллов. 40. Почему я вам это показываю? Кажется, ну зачем это нужно? Ну что эти 10 баллов? Во-первых, сейчас уникальный момент, это подарочные карты. И компания объявляет, что да, у человека есть возможность сделать заказ, сделать заказ, хотя бы 10 баллов. Конечно, нам бы было лучше, если бы человек сделал больше, но хотя бы 10, и он получает подарок. Это мотивация. Поэтому, смотрите, даже если человек будет 10 баллов делать, то к концу года у вас будут совершенно другие цифры. Итак, поехали. Вас четверо, каждый по одному четверо. Сколько? 8. 8. Сколько по 10 баллов? 80. 80. Есть объемная списка? Нет. Впрочем. Вас 8, каждый по одному сколько? 8. Сколько? 16. 16. Сколько у вас? 160. Помните, мы говорили, если 100 баллов, то каковы процент получается? Здесь у нас выходит 3 процента. Значит, объемная скидка. Посчитайте, у кого калькулятор. Мне нужно, чтобы это быстро было. Давай. А, вообще, там очень интересные цифры. Там же другие цифры. А, то 60. Там, там что, 100 баллов? 212. 212 рублей. Ваши 16. Каждый по одному сколько? 32. Нет, каждый по одному. 16. Итого? 32. По 10 баллов сколько? 320 рублей. 320 баллов. Какой процент уже? Уже 6 процентов. Сколько объемная скидка? 8. 8. 8. 8. 8. 845. Да? Значит, чтобы вы, как бы, первый человек получал объемную скидку, ему нужно сделать 50 баллов. Я согласна. Это образная. Это образная. Вообще, знаете как? Кто математику изучал? Поднимите руку. Знаете, что такое геометрическая прогрессия? Я сейчас вам показываю принцип, что дает сетевая компания. Благодаря чему мы вообще можем тут достичь огромных результатов. Естественно, при получении объемной скидки вы должны сделать обязательно 50 баллов лично, иначе ничего вы не получите. Но в любом случае, даже если каждый из вас будет хотя бы по одному человеку приглашать, хотя бы по одному, и каждый из тех приглашенных хотя бы по одному приведет следующий, то есть это называется дубликация. То есть если каждое ваше действие повторить, то результат будет удивительный. Это образный такой вот. Да, если ты повторил не каждый период, то есть каждый период нужно каждому человеку. Да, да, да. Дальше продолжаем. Смотрите, вначале у вас 32, каждый по одному сколько? 32. Итого? 64. 64. В баллах? 640. 640. Смотрите, вы перескочили. Нет, какой процент? 9. 9 процентов. Сумма 2,535. Сумма 2,535. Даже если вы будете делать обыкновенные такие действия, сделайте лично объем 50 баллов, то уже... Это сумма что умножается на 44? Да, да, да. 640 умножается на 44, умножается на проценты, которые мы здесь ставим. Смотрите, уже на 6-й период, на 6-й период, это значит на 2-й месяц, на 3-й. У вас уже будет вот такая, вместе с группой, объемная скидка. Ну, образно. Дальше смотрим. У вас 64. Каждый по одному сколько? 640. Итого? 128 консультантов в вашей структуре. Каждый по 10 баллов? 8. 1280 баллов. Это какой процент? 12. Говорите громче. 6759. 6759. Дальше двигаемся. 128. Каждый по одному сколько? Итого? 256. 256 человек в вашей структуре. Это всего на 8-й период. А период это 3 недели. Все знают? Получается по 10 баллов. 2560. 2560. Смотрите, что здесь произошло. Какой процент здесь? 19. Вы пропустили 1 процент. Перескочили его. Сумма какая красивая. 21 402. 21 409 рублей. Представляете? На 8-й период. Дальше. ВАЗ 256. Каждый по одному? Нет, каждый по одному. 256. Итого? 512. Групповой объем? 5120 баллов. Помните, я вам показывала? Квалификация.